Девушки отдыхают Я надеюсь, все получится Надо сказать, что вчера открылся Фестиваль современной драматургии «Вымыслы» Открылся читкой в Театре юного зрителя И я была поражена, какое количество людей там было, честно Полный зал? Там переполненный был зал малой сцены И я даже думала, что я испугаюсь И не выйду туда впервые Меня всюнули в эту историю Я там в качестве актера была После этого состоялось обсуждение Очень активное и очень позитивное Я бы сказала Поэтому меня не может не радовать, что у людей такой интерес И к современной драматургии И желание участвовать в благотворительных акциях Потому что, напоминаю, «Вымыслы» Это фестиваль, который призван Собрать деньги на новогодние подарки Слабовидящим детям И вы, слушатели, можете в этом поучаствовать У нас сейчас на их прокатываются ролики Где мы указываем, куда можно перевезти средства Чтобы купить вот эти подарки Потом развозить Дед Мороз и Снегурочка По семям, где есть слабовидящие дети Которые часто очень не выходят на улицу Даже на улицу не выходят достаточно То есть нет друзей, нет возможности пойти Может быть, на какую-то новогоднюю елку Но, тем не менее, какой-то праздник для них Организаторы фестиваля решили создать Я напомню, что достаточно просто Помочь, поучаствовать В благотворительной акции Потому что это можно сделать посредством СМС Да, все условия у нас в роликах Слушайте внимательно Ну а после 12 непосредственно будет читка Будет пьеса Жени Тарасовой Которую озвучили в том числе И сотрудники Эхо Я и Володя Сметанин там участвуем И условия той же акции Мы там назовем еще раз Ну и надо сказать, что придут к нам Гульнара Гарипова Драматург, наша коллега Юлия Януша Это заведующая литературной частью Театра Наспаской Тоже драматург, да И они расскажут чуть более подробно О том, что еще будет происходить Да, и можно будет позвонить Можно будет позвонить Задать вопрос, все что угодно Да, а в первом части мы говорим О другом О другой насущной проблеме Потому что проблема Слабовидящих детей Это правда проблема пока В нашем государстве, к сожалению Но и другие вещи Не оставляют нас в покое В частности, то, чем занимается Андрей Воробьев Каждого из нас Каждого из нас Это тема ЖКХ Да, Андрей Воробьев Наш гость Это тема ЖКХ Андрей руководитель Автономной некоммерческой организации ЖКХ-эксперт И эксперт общественной палаты Кировской области И к первой теме Мы приурочили опрос На нашем сайте И в нашей группе ВКонтакте Звучит он следующим образом Сегодня Права и обязанности Жильцов многоквартирного дома Насколько хорошо вам известно Заходите, голосуйте Мы будем подводить итоги В течение этого часа Так, ну, я должна сказать Что основная наша тема Это тема того Как жильцы могут распоряжаться Общедомовым имуществом На что имеют право Какие у них обязанности В связи с тем Что они собственники квартир В своем доме Не просто одной квартирной части Дома тоже Но, тем не менее Надо сказать Что Андрей к нам приехал Практически буквально Вот с поезда То есть вчера он вернулся Самолет Вчера вернулся в Киров Был он в Москве На парламентских слушаниях По взаимодействию граждан С органами власти Парламентские слушания Проходили в Совете Федерации По-моему, да? Да Ну вот что там было Что интересного Вообще мы можем вынести Из того, что наши законодатели Предлагают И общественники Очень много было предложений В том числе Эти предложения Членами Совета Федерации Записаны в резолюцию По итогам Данного мероприятия Парламентских слушаний Будут изменения В части общественного контроля В том числе Федерального закона Основным разработчиком Которого Являлся Гриб Владислав Владислав Гриб Будут изменения В части Совершенствования Федерального закона О порядке рассмотрения Обращений граждан Потому что Во многих регионах В том числе В Татарстане Практически все Переведено В электронный вид То есть Нет уже вот этих бумаг Пишут И так далее Есть электронные обращения Хотят создать Единый банк Данных обращений Очень много было Предложений По формированию Квалификационных Коллегий Судей Чтобы больше было Общественности При принятии решения За того или иного Кандидата На должность Судии Федерального Далее Предложения По реформированию Порядка формирования Общественных Палат На уровне Субъектов Российской Федерации То есть Также Необходимо Больше Участие Некоммерческих Организаций Меньшая Зависимость От органов Власти Как сейчас У нас по новому Закону Треть Выбирают Парламентарий Общественных Палат Треть Выбирают Губернатор Эти две Треть Выбирают Из некоммерческих Организаций Других Членов То есть Эти и другие Механизмы Они будут Совершенствоваться Об этом знают И в Совете Федерации И в Государственной Думе И в Администрации Президента И сейчас Вот эти изменения Готовятся Так Можно Вот небольшой комментарий Просто во-первых Надо обратить Наших слушателей К фейсбуку Андрея Воробьева Потому что он Выкладывает всегда Большое количество Блогов Комментариев И тезисов своих Вот в частности Когда ты писал О том Об основных тезисах Спикеров На В Совете Федерации На гражданском Господи На Что это такое Парламентских слушаниях Под пунктом 3 Ты написал Что закон О порядке Рассмотрения Обращения Граждан Хотят отменить Напоминаю Что порядок Обращения Граждан Мы пишем Обращения Куда бы то ни было Через 30 дней Мы должны Получить ответ В течение 30 Обычно получаем На 30 Потому что Такая стопочка У чиновников Это не мы Это обычные Граждане Получают на 30 Если мы правильно Составим запрос Мы получим через 7 Я сейчас не про СМИ Я сейчас говорю про обычных граждан Которые мы с тобой тоже являемся То есть если Анна Лапшина Или Светлана Занько Напишут как обращенные граждане Они журналисты от СМИ То мы тоже на 30 день Получим Получим Ответ Потому что такая стопочка Копится 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 И в самом конце Чего-то там Отсылается Так вот Ты пишешь Что В кавычках написал Закон Обветшал О чем шла речь Неужели Мы сможем получать Ответы Не в течение 30 дней И не формальные А какие-то Конкретные Уже проработанные В течение недели Как СМИ И в какой форме Это будет То есть понимаю Верно ли я Что возможно Ответы тоже будут В электронном виде Основные посылы Членов комитета По законодательству Членов Совета Федерации Заключались в том Что сейчас Граждане Пишут вплоть до президента Эти все письма Не вплоть А сразу Сразу президент Спускаются На уровень ниже 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 Доходит до губернатора Губернатор На уровень города Город На уровень района Они сказали Так Не должно быть Это все бюрократия Это все перекидывание бумажек Должно быть так Пока ты в город Не обратился Кто непосредственно Этим вопросом занимается Дальше ты писать Не можешь Губернатору Если ты на уровень Губернатора не обратился Писать в Москву Высшее министерство Ты не можешь То есть Ты должен Исчерпать все меры На уровне Своего региона Где этот вопрос Может быть решен Андрей Вы представляете Что будет с чиновником Который отвечает На обращение граждан В каком-нибудь Территориальном управлении Он же умрет Под валом бумаг Его просто задавят Ими Если приходит Обращение На высокий уровень Где На ниже стоящем Еще проблема не решалась То он имеет полное право Написать Что обращайтесь Туда То есть все равно спускают Все равно спускают Все равно будут спускают Только это время занимают Да Ответ будет сразу же Говорят Обращайтесь туда Это первый вариант И второе Они хотят все завязать Через сайт Государственных услуг То есть через портал Госуслуг Чтобы обращались В электронном виде Где будут автоматически Эти обращения Систематизированы И будут иметься И будут Находиться В едином банке А что же делать Людям У которых Нет возможности Пользоваться Интернетом И вообще там Знаний нет Каких-то Это хороший вопрос Мы сейчас Попросим Все-таки Если там Вы не обсуждали Андрей То собственное мнение Сказать А все-таки Если хорошо Будет заведено На портал Госуслуг Электронная форма То Будет ли возможность Отслеживать Во-первых В чьи руки Попадает Это заявление Какой конкретно Чиновник отвечает Какие действия Производятся Как Ань Когда покупаешь В интернет-магазине Товар Тебе сразу пишут Что ваш Заказ Сформирован Он сейчас Находится На такой-то Распределительной Станции Теперь он погружен В вагон Поехал Там-то Значит Курьер Такой-то Доставит Тогда-то Его личный телефон Вот прям Бери это И для письма Интегрируй Вот такая Эти условия Обсуждались Или просто В принципе Концепция такая Вот Только обозначалась Вот вы Светлана Пользовались Государственными Услугами На сайте В ближайшее время Я только паспорт Получала Заграничный Я должна сказать Что конечно Это было удобно И это было быстрее Чем обычно Потому что мне По-моему За три недели Его сделали Вот Потом я много раз Забывала свой пароль От сайта Госуслуг Но слава богу Там восстанавливается Достаточно просто Никуда не нужно идти Нет Регистрация вообще На портале Госуслуг Достаточно проста Единственное Надо первый раз Подойти с паспортом Чтобы люди знали Что ты это ты Точно Дальше Когда ты забываешь пароль Личного присутствия Не нужно То есть тебе Практически мгновенно Приходит там ссылка И можно восстановить Это все Вот Работает он хорошо Но тем не менее Вот Мы с интернетом Извините на ты Да Потому что работаем Много лет Постоянно в этом Но есть огромный Пласт людей Это тот самый Пласт людей Незащищенных У которых Большие проблемы Которые не знают Я просто вот знаю Я на телефоне сижу Да Какое количество Пенсионеров нам звонит И какое количество Людей на мой Там вопросы Предложения Как-то в электронном Виде решить проблему Говорит А мы не умеем Мы не знаем У нас нет интернета У меня нет компьютера Все что угодно С этими-то людьми Что будет Как-то вообще Вот этот вопрос Он затрагивался Два вопроса у нас сейчас Раз и два Отвечая на вопрос Светлана Скажу что уже Часть тех предложений Которые вы озвучили Они уже реализованы Они уже действуют Можно посмотреть Куда ушло конкретно Какое подразделение На сайте государственных услуг На портале Кому ушло Можно посмотреть Исполнители Андрей Вы нас запутали Вы сказали Что еще только предложение Прозвучало Интегрировать в сайт Госуслуг А теперь говорите Что уже можно отследить Заявление граждан Предоставление Государственных услуг А по предоставлению Государственных услуг То что там уже существует Предоставление Госуслуг И по такому же типу Сделать По порядку Обращения граждан То есть все эти процедуры Там уже заложены По другим Вот каким-то сервисам И также точно Предлагается По порядку заявитель Ну и теперь очень важно Потому что они не идеальны Но уже часть Но уже есть Механизм уже создан И что с теми У кого нет интернета Кто живет в глубинке Или в силу возраста Не осваивает Да в Кирове живет Огромное количество людей Пожилого возраста Да вот Элегантного возраста Как мы говорим Или просто даже на технике Для того что это Которые не владеют Компьютером И тем более Они не знают Как работает сайт На нас ругается Наш звукорежиссер Нам нужно прерваться Сейчас на полминуты И ответ ждем сразу После этого перерыва Продолжается программа Дневной разворот У нас в гостях Андрей Воробьев Руководитель автономной Некоммерческой организации ЖКХ Эксперт Эксперт общественной палаты Кировской области Мы здесь собрались По следам Происходившего В Совете Федерации Происходивших парламентских Слушаний На тему Совершенствования Механизма взаимодействия Структур гражданского Общества и граждан Российской Федерации С органами государственной власти Вот такое длинное название Как положено Для парламентских Слушаний И у нас до перерыва Остался вопрос Неотвеченным Это что же делать Тем гражданам Которые не имеют Доступа к интернету Или возможности Просто задавать Или вопросы И посылать письма Как будут учнены Их интересы Это все В связи с тем Что сейчас Последовало предложение Ускорить процедуру И подачи заявлений И ответа на них Перевести в электронный вид Заявление в госорганы Никто Завтра Не отменит Предоставление Обращений В бумажном виде То есть В любом случае Будет переходный период В любом случае Будет Работа С гражданами То есть Не получится так Что Захотела бабушка На селе Написать Главе Своего поселения Но у нее нет компьютера Значит она не может К нему обратиться Никаким образом То есть В любом случае Будет некий переходный период Как сейчас Вот с концепцией Когда всех юристов Хотят перевести Статус адвоката До 2023 года То есть Никто кроме адвоката Потом не сможет Оказывать юридические услуги И представлять ваши интересы В том числе в судах Это очень интересно Потому что Огромное количество юристов В силу разных причин Не могут являться адвокатами То есть Это законодательство Придется менять Хороших юристов Между прочим Так То есть Переходный период Займет лет 10 Или 5 Или не обсуждалось Пока конкретный срок Не обозначен Но Все об этом знают И на уровне Государственной думы Совета федерации На уровне администрации Президента В любом случае Этот вопрос Будет решаться Я думаю Что в ближайшее время Ну я так понимаю Что есть возможность Ну по крайней мере Гипотетической Как-то это сделать Через те же МФЦ Условно говоря Человек который не владеет Компьютером Приходит в МФЦ Там сидит девочка Оператор Который принимает жалобу Вбивает это все В электронную форму Потом приходит ответ Она звонит человеку Говорит приходите Пришел ответ Одним из посылов Для изменения Данного федерального закона Было еще в том числе Когда пишешь Жалобу На должностное лицо На чиновника Муниципального служащего Там прокурора Пристава Этому же самому человеку На кого ты и жаловишься И он готовит ответ Я не виноват То есть вот такого не должно быть Должно быть минимум Высшему органу То есть высшему министерству Или учредителю Да А когда это будет в электронном виде Ты каждый момент времени Сможешь контролировать Где в чьих руках Находится твое обращение Это мне кажется Хорошая конечно история Давно уже пора Такую штуку внедрить А вот еще один вопрос Интересный Который вы обсуждали Вот на этой встрече Это унификация Процедур общественного контроля Во всех сферах В том числе и жилищные И закупки Это то что все время Вызывает вопросы Нарекания и прочее О чем шла речь Шла речь о том Что в законодательстве У нас сейчас есть коллизи Между проведением Процедуры Общественного контроля В жилищной сферы В сфере закупок В сфере дорог Например Они в рамках федерального закона Работают и нашего регионального Все знают Что есть определенные проблемы И они пересекаются Есть несостаковки В законодательстве И не хватает Ответственности органов За принятие тех или других Решений Государств Которые этим занимаются И хотят сделать унификацию В том плане Что должна быть Единая рамочная система По жилищному контролю Где должно быть все четко И понятно прописано Не должно быть Несколько разных сфер Которые между собой Могут пересекаться Могут накладываться И создавать какие-то проблемы Коллизии В том числе И проблему общественных советов Поднимали Когда Органы исполнительной власти Создают При своем органе Общественного совета Которые должны И же и контролировать Как например Приводили пример Глава города Создал общественный совет К нему приезжают Из Москвы Говорят А как вы его создавали Только я сам и набирал Этот общественный совет Как раз должен И контролировать Работу главы города Администрации То есть не должно Такого быть То есть субъект контроля Чтобы имел конфликт Интересов С объектом контроля Но чтобы не получалось Так что там В этом самом общественном совете Жена Пара одноклассников То есть что для этого Нужно переписать процедуры Какие это только Надо как минимум Начать с того Чтобы общественный контроль Заработал на уровне Муниципалитетов Которые ближе всех К населению Таким образом Вести определенные нормы В закон Переписать процедуры Законодательно И чтобы они формировались Не органами власти Чтобы именно снизу Шло формирование Населения Ну то есть точно Такая же история Как с формированием Общественной палаты Ограничить Участие Властных структур Чиновников В формировании Этих общественных Организаций Каким-то образом Вот каким-то образом И повысить активность Граждан Повысить активность Граждан Получается Потому что с формированием Общественных советов Большая эта проблема На самом деле Никто не идет Или не верят В то что это будет Реально работать Это тяжелая тема Я даже себе представить Не могу Представить не могу Как это может состояться Если совсем ограничить Совсем не пустить Потому что ну правда Количество активистов Готовых Участвовать В той или иной форме Общественной активности Крайне ограничено Точно И такое же количество Как количество бизнесменов Например Или музыкантов И так далее Талантливых И А количество Общественных советов Общественных организаций Все ширится и ширится Ну потому что При каждом же должен быть Создан общественный совет И ширится и ширится Да И вот активисты Друг друга будут Значит умолять Или кого-то стимулировать Чтобы поучаствовать Там и все Мне кажется Там есть подводные камни О которых нужно задуматься Вот лично я Вот если меня Вы спросите Там да За два года Своей общественной работы Могу сказать Что не надо Мне кажется Не надо полностью Ограничивать участие Там правительство Губернатора Или мэра Совершенно нет Должно быть Должно быть все равно Участие властей В формировании Но надо соблюдать паритет Да надо посмотреть Просто пропорцию Да надо посмотреть Просто пропорцию Мне кажется Вот то что сейчас В нашей общественной палате Существует Вот по крайней мере Я не чувствую Может быть тендерить Скажешь Но я не чувствую Там какого-то давления На решение общественной палаты Или на выносимые вопросы С стороны там УЗС или правительства Вообще нет Там иногда Представители УЗС Или правительства Горячее спорят Чем общественники В чистом виде Ну правда да Ну да Надо просто Видеть То есть когда участвуешь Во всех этих круглых столах То есть в принципе Это видно Вопрос в твоей роли Правда Вот какую позицию Ты занимаешь Там да А никто тебя туда пригласил И там да И с чьей подачи Ты там существуешь И работаешь Вот об этом тоже Нужно задумываться Так Я так думаю Что нам пришла пора Переходить к следующей теме У нас остается всего 5 Но до перерыва Мы сначала сходим На перерыв Потом вернемся Или все-таки начнем Все-таки начнем Я напомню Что мы заявляли Тему следующее Общее имущество Жильцов многоквартирного дома Как им распоряжаться Грамотно Вот Андрей у нас большой эксперт В этом вопросе Сейчас мы его спросим Ну во-первых Это во-первых Распоряжение Общим имуществом Еще не созрело У большинства Горожан В своих головах Это та же самая история Что с общественными советами То есть Даже применительно К собственному дому Очень сложно Собрать Всех собственников Квартир Ну кто не проводил Общее домовое собрание Сколько человек приходит Дай бог Если придет треть Кстати по поводу совершенствования Общего собрания Немножко перепрыгну 4 декабря Как раз Общественная палатка Российской Федерации Планируется Большой круглый стол На эту тему Где будут И депутаты Приглашены Которые В первом чтении Законопроект В госдуме Уже провели Планируется Бросить Бросить и мусор За дверь Выставить И все Там кто-нибудь Делает Управляющая компания Там Приберет Уберет Это больная тема На самом деле Они даже считают Что подъезд Быть не обязательно Мы с этим Сталкиваемся Постоянно И когда был У нас Закон о приватизации И квартиры Передавались В собственность В этом же законе Было прямо указано Что вместе с квартирой Переходят И помещения Которые входят В места Общего пользования То есть Это и лестничные клетки И чердаки Подвалы Тепловые узлы Лифты И другое оборудование Крыши Об этом Почему-то все забывали Да просто Неудобно Об этом помнить Вот о правах своих Помнить удобно А об обязанностях Нет То есть Чтобы получить себе Квартиру Собственность Ее потом продать И стать внуком Это мы помним Да А что еще Имущество Дома переходит В том числе Вместе с квартирой Частичка Это почему-то забываем Вместе с имуществом Переходят обязанности По его содержанию Я так понимаю Да Все правильно То есть И это пришло не вчера Это пришло еще В 91-м 92-м году Когда началась Приватизация Конечно Вот Поэтому В эти 90-е годы Когда Граждане Не думали Об общей имуществе Которое еще В принципе Было достаточно Надлежащем состоянии От Советского Союза Они занимались Своими вопросами И Органы местного Самоуправления Тоже Или Читай Или не читай Этот закон Общее Имущество Некоторых Многоквартирных домов Записывала Себе Как муниципальное Имущество Например Подвалы Которые хорошо Выглядят Где можно Сделать небольшие Магазинчики Где Можно из жилого Помещения Сделать нежилое Я бы давно Уже запретила Делать магазины В подвалах Вот правда Они Это делали Очень Просто Сначала Приписывали Себе Как муниципальное Имущество Потом Сдавали В аренду Под этот Магазин Делали Справку В БТИ Что это Нежилое Помещение Магазин И записывали Себе Утверждали И регистрировали Сейчас Как оказалось Это все Было Незаконно И вот Например На круглом столе Который у нас Недавно Прошел Общественная На палате К нам приезжал Известный Эксперт Андрей Пинчаков Из Костромской Области Он на федеральном Уровне Работает по этому Направлению По возврату Как раз Незаконно От чужденных Подвалов И других Помещений Дома Обратно В имущество Собственников Андрей подождите А в тот момент Когда администрации Переписывали на себя Вот эти все Помещения Они какие-то Подписи жильцов Получали Вообще Они обязаны были Их получить Что мы Жильцы Такой-то Квартиры Отказываемся От двух Квадратных метров В подвале Нашего дома Или это было Необязательно Собственники Даже своими Подписями Не могут Отказаться От этого Имущества То есть оно В силу Закона Им принадлежит И соответственно Никто Никакие подписи Не собирал Понятно Вот На круглом Старе Администрация Нашего города Озвучила Что они ведут Большую работу По возврату Вот Из муниципального Имущества Обратно Собственникам Работу Но на самом деле Это небольшая иллюзия Здесь была На круглом столе Потому что Идет возврат Подвалов И технических подвалов Которые не продаются Которые уже Никому не нужны Которые в таком состоянии Что их просто Никто не купит Пожалуйста Забирайте обратно Эти подвалы И ремонтируйте Те подвалы Которые С высокими потолками Где хороший ремонт Где нет никаких Столбов Там свай Там Которые стоят Они уже все Давно проданы И не все В руках предпринимателей Так А что же с ними делать Теперь Вот с этим делать Это большой вопрос То есть Если идти По Процедуре закона Обращаться в суд И у предпринимателя Которые законно На свои собственные Деньги заработанные Выкупил это помещение Забирать его Через Движение суда А разве можно Он же насколько я понимаю Законно Законно приобрел его То есть К нему На него не распространяется Закон Или распространяется На него закон распространяется То есть У него можно отобрать У него можно отобрать Через суд Ничего себе Бедные предприниматели И бедные предприниматели Кто им компенсирует Ну администрации точно не будет Денег нет в бюджете Вот в этом и проблема. Как сейчас с этими предпринимателями, с этими помещениями работать? Я знаю несколько примеров, когда предприниматели, например, на проспекте строителей дом, там у них мастерская рядом с электрощитовой в доме находится. То есть давно уже там была и доступа нет. К электрощитовой собственники не могут попасть. Он говорит, а я купил это помещение, оно моё, дверь тут поставил на своей территории, на площади своё помещение. Я вас не пущу. Они ничего не могут сделать. То есть вот эти вопросы нужно решать и нужно решать в том числе с помощью муниципалитета. Вот сейчас мы прервёмся на короткую рекламу. Это очень интересно было бы узнать ещё и цифры, какое количество таких помещений, какое количество предпринимателей у нас могут пострадать от такой истории. Ну и, кстати говоря, не факт, что выигрывают жильцы, как сказал Андрей. Может быть, это нагрузка, наоборот, получается на жильцов, ведь нужно же имущество в порядок приводить. Мы поговорим об этом после короткого перерыва. Андрей Воробьёв, руководитель автономной некоммерческой организации, ЖКХ-эксперт, эксперт общественной палаты Кировской области. У нас сейчас в студии. Мы говорим о том, что делать с общим имуществом жильцов многоквартирного дома, который сейчас планируется, которое в своё время было передано разными способами в пользу муниципалитета. И сейчас вроде бы обсуждается вопрос передать обратно владельцам многоквартирного дома. Там уже, напоминаю, как рассказывал Андрей, там уже какие-то магазины могут быть, владельцы, бизнес, какие-то помещения хорошо приспособлены, какие-то сейчас находятся в совершенно непотребном состоянии из-за того, как они содержались там. И как вот сейчас, кому это нужно? Нужны ли жильцам многоквартирных домов возвращение этих помещений? Нужна ли им эта проблема? Вопрос 211-101. Вам, вот жильцы многоквартирных домов, у которых есть такая ситуация, что вот в подвалах в своё время, да, там размещалось то и сё, вам нужно возвращать эти подвальные помещения или нет? И что с ними делать? Как их содержать? За чей счёт? 211-101. У нас есть, кстати, телефонный звонок. Давайте выведем слушателя. Алло, добрый день. Здравствуйте. Да, представьтесь, пожалуйста. Я председатель совета дома, улица Красина, дом 50, Вера. Да, Вера. Я, в общем-то, хочу обратиться к Андрею. Я с ним знакома, бывала у него на консультациях. Вы знаете, вот сейчас, когда мы обсуждаем состояние общедомового имущества и наши обязанности жильцов дома по отношению к этому имуществу, в этом вопросе столько лжи, откровенного вранья. Уж кому, как мне, Андрею, знать, что мы приватизировали совершенно большинство старые неотремонтированные дома со старой техникой, сантехники и так далее, и так далее. Все течет, все кружится. Теперь, значит, нас просто задавят этой темой. Деревья спиливайте сами на дворе. Стоимость спиливания одного дерева больше пяти тысяч. Асфальт на дворе. Мы тоже получили двор собственность без асфальта. Без асфальта. И теперь, значит, мы должны платить за асфальтирование двора, за спиливание деревьев. За все абсолютно. Так лучше, может быть, обратно приватизировать все это жилье, отдать обратное государство, этот весь хлам, который нам нависали. Не под силу жильцам содержать это все. Дворы, деревья, освещение, лавки и так далее, и так далее. Но это просто безобразие, это вообще беспредел полный в решении этого вопроса. 33 квартиры, из которых половина живут старые люди, которые, в общем-то, работали на город Киров, работали на это государство. И теперь я должна у них выкачать все до копейки на то, чтобы все кругом отремонтировать за счет стариков. Вера, я прошу прощения, я вам задам вопрос. Я ваше возмущение понимаю, тем не менее, хотела бы у вас спросить. 33 квартиры, вы говорите, сколько людей, вот из этих 33 квартир, собственники квартир, готовы расприватизировать свои квартиры? Вы вообще с соседями как-то разговаривали, кто-то готов обратно передать в собственность муниципалитета, да, вот свою квартиру, свое жилье приватизированное? Я эту дему с ними не обсуждала, но и платить ни за что, они тоже не хотят. Ни за что, ни копейки, они говорят, достаточно того, что мы платим по квитанциям, но и по квитанциям управляющая компания тоже ничего не хочет делать. Да, вот Андрей, кстати, большой вопрос, а почему управляющая компания не может спилить деревья, ведь вот эта вот услуга, обслуживание, ремонт жилья, разве территория двора не входит в зону ответственности управляющей компании? Аварийные деревья можно спилить, наверное. У меня по аварийным деревьям был недавно суд, как раз администрация города, дерево упало на автомобиль, автовладельца, он подал иск в суд на ТСЖ, которая как раз домом управляла. А как оказалось, земельный участок администрации города не был сформирован, то есть не были определены границы данного земельного участка, соответственно, за весь ущерб заплатит администрация города. А сколько составил ущерб? Ну там порядка 60 тысяч. Отлично. То есть надо проводить эту работу, я так говорил, и на суде, и администрации города на публичное слушание, когда правила внешнего благоустройства, недавно поправки были внесены с 3 ноября, вступили в силу. Эту работу нужно проводить иначе, они за все будут платить, в том числе за упавшие деревья, за спил этих деревьев и так далее. Что же касается этих собственников? Простите, простите, они это администрации. 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 Так, что касается собственников? Понятно, что все это имущество передавалось в ненадлежащем состоянии. Ну не у всех и не везде, но тем не менее, если мы говорим о старых каких-то домах, хрущевках и прочее, да? Да. По суду можно обязать муниципалитет провести капитальный ремонт, если не был проведен на дату первой приватизации, это раз. Второе, надо максимально участвовать данным жителям в программах различных и формирования комфортной городской среды. И в муниципальных программах, где у нас предусмотрен ремонт дворов, отдельно от программы комфортная городская среда. То есть максимально участвовать, не сидеть, когда кто-то придет сделать, никто ничего не придет и не сделает. Это в Москве, там депутаты за свой счет ремонтируют дворы, перекладывают каждый год асфальт. Ой, я могу рассказать, как происходит в Москве капитальный ремонт. Там меняют все, от рам пластиковых, остекления лоджии, заканчивая там сантехникой в квартирах. Собственно говоря, вы нам в том году делали асфальт во дворе. Это в Москве сейчас. Да, в Москве. Нам не надо. Да надо вам, поменяем, сделаем. Лишь бы за них проголосовали. У нас вы видели такую активность муниципальных депутатов? Нет. Своих депутатов хоть раз видели за пять лет последних? Нет. Но я хотя бы знаю, кто это. Я уже теперь даже и не знаю. А большинство даже и не знает. Соглашусь. Ну то есть только от жителей все зависит, получается. Сейчас зависит все от жителей. Андрей, но ведь большая проблема вот в чем. Действительно, если мы говорим о старых каких-то домах, чаще всего там живут либо пенсионеры, часть какая-то тех людей, которые еще получали там квартиры от государства в свое время и прочее. Вторая часть жильцов в этих квартирах – это либо молодежь, которая купила первую свою квартиру за недорого, условно говоря, потому что в хрущевках они стоят недорого, либо это жильцы, которые снимают квартиру. Ну то есть осталась от бабушки квартира, кто-то ее сдал. И вот этим-то людям точно ничего не надо. Получается, что старший по дому, человек ответственный, он один бьется со всеми бюрократическими проволочками. И совсем-совсем он же не сделает это один, Андрей. Нужно мыслить не одним днем сегодняшним, а завтрашним. То есть если бабушка не хочет этим заниматься, она не понимает, как это делать, пусть она сделает доверенность на внука, которому, извините меня, потом эта квартира перейдет. А внуку это надо, вы думаете? Внуку это надо. Потом он будет в этом доме жить дальше со своей женой, с детьми, потому что сейчас он живет с родителями. Да он, может, не будет жить в этом доме, он, может, продаст потом эту квартиру. Единственное, что я могу сказать, как человек, который немножко занимается этим вопросом и делает программу дайджест недвижимости, если ваш дом, пусть даже хрущевка, будет ухоженным, если ваш подъезд будет отремонтированным, если ваш двор будет благоустроенным, а вы, внук, решите эту квартиру продать, чтобы потом купить что-то поновее и подороже, вы проще продадите квартиру в хорошем ухоженном доме и дороже, нежели в какой-то заброшенной, замызганной хрущевке, вот той, до кого никому дело нет. В любом случае, вот эти вложения как раз по решению вопросов. Это сейчас, исходя из собственного опыта. Аня Лапшина, которая любит ремонтировать квартиры собственные, сказала, да. Эти все вложения будут не напрасны. Либо он продаст дороже, либо будет жить в хорошем благоустроенном доме. Знаете, Андрей, о чем я подумала просто сейчас в процессе нашего разговора, ведь сколько раз мы уже вас приглашали в эту студию, да, и сколько раз вы агитировали горожан изучать свои права, объединяться, да, принимать совместные решения, нести ответственность, работать вместе с городом и прочее, прочее, прочее. У нас действительно есть хорошие ТОСы, например, да, где объединение, где, в принципе, есть актив, и люди как-то этим занимаются, распространяют информацию. У нас есть хорошие старшие по подъезду, хорошие старшие по домам. Но есть масса домов, которые вот, они такие деструктивные. Некоторые из них потому, что они старые, да. Некоторые из них потому, что, вот как мы в перерыве обсуждали, как мой дом, да, это недострой, и никому до него нет дела, и люди тоже там уже деморализованы, я бы так сказала. Они отчаялись, я бы сказала, твои соседи. Они деморализованы прям, понимаешь, они отчаялись, а деморализованы. Они уже сами вот в эту трясину погружаются. Таких много. Вот против этого сейчас, против того, чтобы попасть в такую ситуацию, сейчас дольщики обманутые, или там Новая Сергеева там выступает. И все-таки, чье это дело? Ваши, да, экспертов, которые работают в этой сфере, активистов, вот людей, которые там неравнодушны, небезразличны, или властей, организовать школу, отслеживать каждый подъезд, каждый дом. Если нет актива, поставить задачу, чтобы он там был. Или все-таки мы должны пользоваться формулировкой «ты собственник, отвечай сам», при любых условиях. Если запроса снизу нету, сверху ничего делать не будут. А, так не будут или не должны? Вопрос. Не будут делать, если нет запроса никакого. Чиновники не станут этим заниматься, если мы не спросим. Если работать с муниципальными депутатами, если муниципальные депутаты будут работать с городской думой, если параллельно работать с областными депутатами. Про муниципальных депутатов, это мы сейчас говорим про депутатов гордумы. В Кирове муниципалитет, это городская дума. Они прямые представители ваших интересов. Каждый на своем уровне. Непосредственно, если с ними работать регулярно, ежедневно, не раз в пять лет галочку ставить за того или за другого, то будут вопросы постепенно решаться, будут появляться программы, будут появляться школы старших советов по домам, школы председателей. Сейчас есть большая потребность в таких школах, потому что очень много людей хотят совершенствовать свои знания. И на всех семинарах, которые мы проводим по ЖКХ, постоянно аншлаг. Постоянно. Мне кажется, к вам не только старшие по подъездам у домов приходят, руководители ТСЖ. Мне кажется, огромное количество людей, которые просто в квиточках своих разобраться хотят, да и понять вообще, за что они платят, на что имеют право. Я вам даже больше скажу. Собственники нежилых помещений, бизнес, у которого есть услуги, которые есть магазины, они также требуют, чтобы была эта школа. Потому что законодательство меняется чуть ли не каждый день. Они не могут за этим следить, и не нужно им этим следить. Им нужно заниматься развитием своего бизнеса. Они бы тоже хотели повысить свою грамотность. Потому что сейчас, ну, я не буду уже время эфирно занимать по этому вопросу по-отдельному. Необходимо это менять. Чтобы это менять, нужно работать с депутатами. Ага. То есть все дружно. Все дружно. Заходим на сайт городской думы. Узнаем своих депутатов. Узнаем своих депутатов. Смотрим контактный телефон и начинаем им звонить. Ну, как минимум начинаем им звонить, знакомиться. Звонить и писать. Это хорошая история. Глобальную акцию организовать. И поддержку нужно не только с ТОСами вести. Там какую-то финансовую и другую организационную. В том числе и с ТСЖ. Во многих регионах поддержка получает именно ТСЖ. То есть эти деньги идут сразу же на нужды дома. Да. Все. Время закончилось. Мы продолжим обсуждение вопросов ЖКХ. И в том числе с нашим экспертом Андреем Воробьевым. Сейчас прервемся на новости. Тематические программы и рекламу. И в начале следующего часа вернемся в эту студию. В чем...